Осенью будет у нас международная конференция народных целителей России, СНГ и других стран. Она будет посвящена всего-навсего. Мне приятно сообщить, что это ученый совет элиты народной медицины, существует такой, и российская ассоциация, профессиональная ассоциация специалистов традиционной народной медицины. Будут праздновать 65 лет научной и творческой деятельности, 30 лет работы в космонавтике и один из основоположников космонавтики, и один из основоположников традиционной народной медицины. И к 85-летию вашего покорного слуги. Официальная медицина, в 52 года, когда мне было, она приговорила меня к практике смерти. Никто ничего не мог сделать. И я под расписку выписался фактически, вот как этот пациент, умирать. Я военный. У нас третье главное управление имело адрену на Черном море. Это был март месяц. Мне дали путевку. Туда привезли. Ходить я почти уже не мог. У меня мерцательная ритмия была. Кровяное давление зашкаливало. Гангрена начала этой ноги. Тромбофлебит сильнейшую операцию делать нельзя. И врачи расписались бессилия. Я сказал, выписывайте. Я туда приехал. Зима. На бережку лёд. Я достал верёвку. Привязал там дерево метров 30. И все спят утром. Я выползал буквально к морю. Нырял, плавал. По верёвке вылезал. Укутывался. Шканды был в палату. Дали там 30 метров от берега. Один. 24 дня. Я попросил ещё. И почти полтора этих месяца я там был. Уже тут тепло стало. Уже там лептический. И я с ними уже в апрель месяц уже плавать. Льда уже не было. И после этого я ни разу к врачам не обращался. Все люди, врачи высшей квалификации стояли возле моей постели. Все умерли. Я ничего не делал. Я начал заниматься вот этой народной медициной. Искать пути. Откуда же болезнь возникла? Желудочно-кишечный тракт. Теперь очень серьёзно. Весь мой опыт врача, который разработал больницу для космических кораблей. И сегодня за 50 лет ни один космонавт не заболел, а выполняет работу, которая работает, система, которую я предложил. Я в прошлый раз вам показывал российский космос-журнал. Нет? Номер один. Сейчас я попрошу принесут. Номер один за прошлый год, посвящённый 50-летию космонавтики. Обо мне очень большая статья. Иван Чудотворец. Что я сделал в космонавтике, чтобы космонавты в полётах не болели? Если бы сейчас, там всего 10-15% того, что я наделал. Если бы сейчас внедрить в медицину, несколько институтов надо закрыть за ненадобностью, за вредностью. Всё разработано. Потому что Королёв от нас требовал. Вы должны разработать систему. Должна быть простая. в эксплуатации, эффективная, многоцелевая. И чтобы человек начал её использовать, и точно не задумываясь, получил обратный эффект, который нужен. Вот почему я и тогда ищу перекись водорода. Ведь перекисью водорода сегодня я могу атероскероз, инфаркт, инсульт, гангрену, другие заболевания. То, что сегодня стоит 5 рублей в аптеках. Полёт Юрия Гагарина стал прорывом в познании Вселенной. Поглубная полёт. Самодельская церковь. Он был бы невозможен без открытий другого космоса, колоссальных возможностей человеческого организма. Основоположник космической медицины, профессор Иван Павлович Нюмывакин, продолжив свои исследования, разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций. Путь к здоровью в единственном в мире центре профессора Нюмывакина на Вятской земле. И вот эти наиболее простые методы, ну как, подручными способами, что там чего, ну перекись водорода, ну что это, 5 рублей стоит. Но там атомарный кислород. Вот сейчас говорили, пугали грипп. Первая программа телевидения, когда свинячий, топорочачий грипп появился, ещё у нас не было, мне задали первую программу телевидения. Иван Павлович, что вы можете сказать о грядущем вот этом свинном, этом вирусном гриппе? Я говорю, это кому-то нужно. Да нету этого гриппа. Это к оболваню, это дурачивает людей. Кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины. Вы возьмите перекись, капайте в нос, да ещё шприцом, не трёхпроцентный, а разведите четверть стакана воды, туда капните 15-20, трёхпроцентный перекись и берёте шприц в один нос, ноздрю, во вторую, утром, вечером. У всех грипп будет, у вас его не будет. Атомарный кислород убивает любых паразитов, которые мешают жить. Вирусы, гриппки, микробы, глистноинвазия, онкоклетки. Всё убивает. А нормальные клетки расцветают, живут. И вот этот опыт, который позволит мне сегодня для врачей особенно сделать вывод. Есть два типа больных. Человек живёт, работает, вдруг звоночек покололо. Ой, поболело. Полежу. Утром встала нормально, пошла на работу. Проходит полмесяца, месяц, этот звоночек сильнее. Побаливает голова, печень, почки, где-то сердце закололо. Берёт, дайте мне сердечно, дают, без рецепта. И, кстати, сегодня то, что творит у нас в России, это преступление. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения выездную сессию делала у нас. Один из существенных докладов. Антибиотик вызывает заболевание, которое сегодня вылечить никто из медиков не может. Во всех странах запрещено без рецепта выдавать эти лекарства. У нас в России покупают всё, что хочешь. Ну, как это называется? Ладно. Вот эти звоночки, потом они сильнее. Вы уже идёте к врачам, уже назначают с учётом её знания. Уже болезнь ещё. Вечером полуинфаркт, сердце забрали в больницу. Уже больной. Это называется уже хроник. Это уже привязанный к медицине больной, потому что я на всех уровнях заявляю официально врач, что гипертонии такой болезни нет. А есть у нас бакулевский сердечно-сосудистый, есть Чазовский центр, который лечит так называемую болезнь гипертонии. Ну, вы представляете? Ну, наглость. Врач, так же, как получил образование, как они, заявляет, что такой болезни нет. Но здесь, вот в этом маленьком центре в Кирове за три недели кровяное давление становится нормальным, лекарства все выбрасываются, гипертонии нет. Нету. Я нашёл причину. А теперь второй тип больных. Люди увлечённые, страстные, работать любят. У них всё там, ну, крутится в руках. То, что он замыслил, получает. На эти звоночки он не обращает внимания. И что получается? У нас в организме есть резервная система. МЧС, КГБ, НКБ, всё, что угодно. Своя лаборатория. Стволовых клеток у нас немерено. Я же вам сказал, что сегодня в России создана система, которая позволяет восстановить орган, который вырезан. Орган вырезан, а информация об органе там осталась. Эти люди, ясновидничество, залезает в ген, который отвечает за почку, за сердце, щитовидность железу, печь, всё, что угодно. Женские, мужские дела. И залезает в эту ячейку, её очищают, и эту матрицу, этот файл, энергию в основном материализуют. Для этого нужно 3-6 месяцев. Документально подтверждённое. Залезьте в сайт. Это petroffond.ru Вы там всё прочитаете. Полёт Юрия Гагарина стал прорывом в познании Вселенной. Поглубная полёт самодельствоваться именно. Он был бы невозможен без открытий другого космоса, колоссальных возможностей человеческого организма. Основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин, продолжив свои исследования, разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций. Путь к здоровью в единственном мире-центре профессора Неумывакина на Вятской земле. А теперь вот этих трудоголиков. И вот теперь вот эти резервы там работают. Вечером вылегли, они там включают все свои, грязь выбрасывают, восстанавливают. У него пока работает на пределе, пока эти резервы работают. они восемь-десять раз превышают любые патологии. И вот сегодня он ушел с работой, до свидания, до завтра, намечен там совещание, а утром не пришел на работу. Спрашивают, Иван Иванович, где? нету. Куда нету? Работа тут. Он попал в больницу. Хорошо, если попал, помер. Почему? У него резервы вот эти, все уже исчерпаны, их нет. Работал он на одном пределе, ну, как называется, на одном дыхании. и умер человек. А вот сейчас вот 40-45-50 лет мужики, они же должны карбельцы быть, а там заставляют по 12-15 часов работать. Профсоюза нет, выжимает из них все, что угодно. Этот трудоголик работает. 40-50 лет, вот до 50 лет сейчас инфаркты и инсульты. Посмотрите статистику. Вот почему в этом центре, Кирове, рядом, я пришел для того, чтобы создать профилактику делать этим трудоголикам и этим больным, которые еще не дошли до хронического состояния. Вот вам один из примеров. Болезнь Паркинсона. 9 лет назад этот человек обратился в больницу, а я посчитал с помощью моего способа, что он не менее 10-11-12 лет уже болен. Вот он прошел здесь курс. Ему стало чуть-чуть легче, ему дали рекомендации, но он не хочет ее выполнять. Но это же ваша машина, вы должны знать, как пить, как кушать, что делать. Хотя бы понемножку, 100 метровку не надо бегать. Особенно те люди, которые сегодня не больны. Я после 40 лет ни одного не видел человека здорового, с моей точки зрения. Фильтр, печень забилась грязью. Почему? Вот представьте, вы тоже технари? Конвейер работает у нас. Вот это дробильный цех. Вы должны пищу, которая попала сюда, раздробить, чтобы вы не глотали, а пили эту пищу, прослюнявить ее, чтобы температура была такая же, как тело. И она льется. А в это время компьютер смотрит, тарелки, у вас мясо, каша там будет, хлеб, закусь какая-то, для того, чтобы мясо там разложить, разъесть, нужна соляная кислота покрепче. Для каши помельче, для хлеба поменьше. Вы поели, ой, как вкусно приготовили эти кулинары, чай, кофе, конечно, вы пьете. Вы разбавили желудочный сок, пищеварительные соки, и концентрации их не хватает переварить мясо. И мясо начинает гнить. Ну, можете мне поверить. Я хирург, когда вскрываешь, вонь такая там стоит, в туалет, когда нельзя мужской зайти, или женский там, это все мясо не переработано. Но за это отдувается печень. Всю эту мразь, всю эту грязь в печень. Первый фильтр. И он засоряется. Взрослый человек 8-12, в среднем 10, норма. До 15 звоночков нет. 15-20 появляются звонки. 15-20, 25 уже человек идет врачам. 25-30 это мой опыт, это уже операции. Ближе к 30, после 30 онкология 100%. Оказывается, в этой грязи вся патогенная микрофлора, там ее хлебом не кормят, это рай для них. Они начинают мутировать, они начинают размножаться, изменяют свою программу, по которой они работают и приобретают злокачественный образ. Все. Полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании Вселенной. Он был бы невозможен без открытия другого космоса, колоссальных возможностей человеческого организма. Основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин, продолжив свои исследования, разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций. Путь к здоровью в единственном в мире центре профессора Неумывакина на Вятской земле. Если вы хоть один глоток пьете во время еды, после еды, вы никогда здоровы не будете. И рано или поздно возникают вот эти шлаки, которые засоряют организм, медленно каплицы до определенной степени все хана. Никто вам помочь не может. Ни один врач это не учитывает. Второе. Вопрос в отношении дыхания. С помощью дыхания у меня есть книжка «Резервная возможность организма». Дыхание сознания. С помощью дыхания можно лечить очень многие заболевания. Там нужно знать соотношение углекислоты и кислорода. Раньше давали специальные мешки. С цирком плохо давали дышать вот этим кислородом. Это все убыстряли процесс умертвления этого человека. Ему не надо дышать. Дышать нужно так, вот чуть-чуть вдохнули и медленно-медленно выдыхать. Вдох к выдоху должен быть один к десяти, пятнадцать, тридцати. Вы должны научиться за один раз не дышать или вот так выдыхать, а лучше всего вдох выдохнули и не дышать одну минуту за один раз. Но в сутки минимум тридцать минут или один час. Сидите, совещание, собрание, надоело слушать одно и то же. Вдохнули, выдохнули и не дышите. Вы задерживаете дыхание и накапливается углекислота, должна быть шесть, шесть с половиной. А кислородов клеток всего четыре. Когда вы начинаете пыхтеть кислород туда накапливаете, углекислота выдавливаете, обморок, обморок, боли и все прочее. А я всего рекомендую вот мешочек, который хлеб продают, знаете, маленький такой, вот копейки там стоит. Вы берете этот мешочек, вот сюда и под нос, зажимаете края и начинаете дышать мешочек и выдыхать, вдыхать из мешочка. Две минуты, не больше, вы восстанавливаете углекислоту, а у вас инфаркт должен быть, у вас суставы забыли, и через минуты боль прошла. Кто об этом знает? Никого это не интересует. Следующее, если вам врачи поставили диагноз, вас никто вылечить не может. Слово болезнь вызывает мощнейшую негативную реакцию. Вы ищите врача, а где их хороших? Их нет. Вы ищите лекарства, бегаете, платите деньги, да не вылечит вас ни одни. болезней нет. Я на всех уровнях утверждаю, вот в прошлом году или позапрошлом вышла газета аргументы и факты, корреспондент вывез сверху. Рака и спида нет, заявил профессор Нему Агни на суд меня никто не позвал. Я-то прав. Состояние есть, но болезней нет. С вирусами надо дружить, без вируса мы жить не можем. Вирус это такой же человек, у них ДНК, свои хромосомы, всё такое же. Только разница вибраций цепочки в этой. Всё то же самое, все хотят жить. И те паразиты, которые у нас, или вирусы живут, они должны знать, кто у них хозяин. От этого хозяина от сознания зависит всё остальное. И даже онкологи знают, выписывают и говорят, ну всё, помер, две-три недели, вот вам обезболивающие. У меня очень много людей, которые после этого уезжали в Сибирь, кедровые рощи, там речка, ловили рыбу, ходили, всё ели, то, что там есть, через 3-4 месяца приезжали, метастаза нет, рака нет. Почему? А там озон, там воздух один питает, и он наплевал на всё, купался в этой проруби, проблемы нет. Ну ведь врачи-то многие об этом знают, но не задумывались, а почему это произошло? Я же вам говорю, что можно с помощью сознания восстановить орган, который сегодня вырезали. Посмотрите на сайте, я же не убеждаю вас, но я свидетель, я сам участник этого процесса, ведь нам это не надо, мы хотим, чтобы медицина взяла, Академия наук со всеми академиками считает, что это макобесие. Но сами академики, посмотрите, кибернетика родилась у нас, у нас считалось, что это буржуинские происки, это макобесие, иммунитет, создали у нас, потом он пришел к нам, но мы опоздали на 15-20 лет. Радио мы же создали, кто-то придумал, телевидение в России, и это Академия, вот сегодня нанотехнология, это страшно, Да, ее нужно, но то, что нанотехнология превращается в искусственный фактор питания, дыхания, жизни, все прочее, это же страшно. Вот вам мобильное, это же страшно, что творится, особенно дети, у них мозги в воде плавают, и сейчас очень много появляется, дети, опухоли мозга, нервная система, глаза, уши, через 3-5 лет, почему в Японии до 10 лет нельзя детям использовать эти самые мобильники, потому что они знают, что это все уже травмы, это психически нормальный нервный навротик в будущем. На Украине создали сегодня систему, единственное, у нас есть левая и правая вращающая спиновая так называемая поляризация, ну говорили торсионные поля, у меня в книге написано торсионных полей не было и нет, торсия это вращение, а во всем мире электромагнитное взаимодействие, единое электромагнитное поле, виды энергии там разные, я в книге подробно пишу, я с этим физиками перспективными занимаюсь, так вот оказывается электричество там есть лево минус и право плюс, вот это все минус, это вредное, тепло есть, энергия есть, но это вредное электричество, мы опутаны этим электричеством, и у нас микробы в этом поле живут, процветают, но если это электричество повернуть в право вращающую вот эту спиновую поляризацию, все микробы гибнут, а нормальная клетка процветает, то есть никликард, ничего не надо, я об этом уже кричу 5-6 лет, на Украине уже начал это внедряться, во всех сферах, а у нас в России физики на высшем уровне, что ж теперь получается, а я там физиков называю преступниками, сегодня есть такой Наджип Валидов, это химик в Уфинском университете, написал книги, он доказал сегодня, математик сильнейший, что сегодня физики 28 постулатов, законов, живут, работают, которые нарушают все законы природы, математики 22, химики там 18, врачи вообще все поставили с головы на ноги, и за 5 лет, что его книга существует, никто не проверк, нет одного его постулата. Полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании Вселенной. Он был бы невозможен без открытий другого космоса, колоссальных возможностей человеческого организма. Основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций. Путь к здоровью в единственном мире центре профессора Неумывакина на Вятской Земле. Вода, без воды мы жить не можем. Особенно с возрастом люди просто перестают пить воду и говорят я не хочу. Ну не хочет. Но вода это в детстве это 90 почти больше. Потом уменьшается взрослые это 75% в старости даже доходят до 50-60. Но без воды нет электричества. Это тот же водопад. У нас клетка там тысячи митохондрий там электростанций которые должны работать только в воде. Она грязная как я вам говорил за счет зашлакованности. и вода вот сейчас уже я всем надоел. Сейчас все говорят врачи пейте воду. Но никто не говорит какую воду. Вода это мощная энергосистема. Если вода это кофе это чай это различие напитки она уже связана и вода она не работает. Организм должен эту воду освободить от этих и только чистая вода проходит в клетку. Все. И поэтому нужно пить летом вернее зимой минимум полтора летом два литра воды. Мы выделяем минимум полторы. Нужно компенсировать. И пить воду до еды за 10-15 минут во время еды ни одного глотка. После еды если мясо уже вы съели это минимум два часа после каши там где-то там полтора но если вы хоть один глоток сделали вы разбавили соляную кислоту пищеварительные соки пища не переварится. Все деньги которые вы потратили все уходят туда. То есть разделять пищу и воду? Конечно. Промежутки между едой пейте сколько хотите кушать пейте воду. Вот некоторые говорят я не могу пить воду вернее хочу кушать. Вам не кушать надо вам нужно пить воду это пища номер один. Вот все обвиняют в России что у нас пьяницы. Мы безграмотны с точки зрения пить водку. Ну у вас застолье я не говорю что каждый день там застолье собирать свадьбу события шашлык все прочее. Вы должны выпить минимум два стакана воды перед трапезой. И во время еды никаких напитков водка коньяк пожалуйста. самогон даже пожалуйста. Но вместо напитков у вас графин должен быть с водой. Вы должны минимум пол литра вот эту трапезу пить воды. После того как вы посидели пол стакана стакана а утром вы встали выпили воды. Вы как будто вообще не пили водку. Вода работает и пьянцев нет. Вот французы там где бы они тоже пьют немало. Но пьяниц таких как у нас нет. Чего? Без культуре. Вода лежит в основе любого биохимического процесса. Причем чистая вода. А где взять с водопровода грязное? Вы берете вечером банку она хлор утром осадок вы сливаете осадок выливаете и эту воду вы кипятите до того состояния до так называемого эффекта белого ключа она еще не кипит но пузыречки идут. Эту воду закрыть быстро остудить эта вода становится структурированной талой вода та которая нужна клетке только она в пределах трех часов. Вы выпили пейте сколько хотите вот первый там и утром и до обеда эту воду считайте вы уже делаете настолько благо делается клетки что она просто ну оздоравливается что ли с помощью этой воды вечером делаете то же самое это главное а теперь движение без движения ничего нет все должно работать это я уже не говорю прогулки если даже прогулок нет это вот эти приседания которые я предлагаю уже 10-15 лет но никто на это не обращает внимания я вам покажу сейчас будем гулять как это делается и теперь вопрос в отношении любой ну если есть возможность там купаться это бассейн это само собой это природа и вопрос в отношении этих движений утром ходить на ягодцах то на чем мы сидим это наше болото но самое главное в одной из них написал что это самая важная часть нашего организма все начинается там и там кончается там у нас минус там у нас атомный реактор и поэтому все должно там работать оттуда растут ноги там этот позвоночник залипает вот я вам показывал больно через 2-3 минуты я снял эту боль но он же ничего не делает но я за него делать не буду и поэтому и движение естественное и чем больше ближе к природе и последний послал что в отношении мяса мясо это тяжелый продукт это мертвый продукт на Кавказе умно поступают приезжает гость режут бараны свежее мясо и очень много травы очень умно у нас такого мяса нет замораживает размораживает это труп его перерабатывать очень трудно организму много идет энергии энергия должна жить любить работать мозги чтобы работать а там переваривает и тем более на фоне вот этой разбавленной пищеварительных соков если человек заболел мясо категорически запрещено закисляет среду кислое становится а это как раз рассадник для всей патологии и вот поэтому с возрастом нужно переходить на природный режим чем больше растительной пищи там есть витамины микро макроэлементы фитогормоны все там есть я спрашиваю вы корову видели видел она читать умеет нет детство соблюдает нет но у нее же рога копыта есть молоко есть мясо у нас все есть почему вы забыли закон природы но закон природы гласит три четверти щелочь и одна четверть мяса кислые продукты это иногда нужно откуда взять ну та же рыба вон японцы рыбы едят на севере там строконину сырое мясо едят и там рыбы много едят ведь живут нормально своеобразной продажам жизнь так все дело в том сейчас новая книжка выйдет я оправдую немножко мясо вот все они же заброшены они никому не нужны но там курочка бегает свинья есть коровы есть а что им делать если мясо не ест книга будет называться так пилюля от животного мира как правильно есть мясо чтобы оно не так вредило это будет книга в конце года выйдет и просто вот это нужно знать и для того чтобы вот эта природа была у вас чтобы вы брали все витамины все гормоны все аминокислоты ну добавьте там еще орешки самое различие семечки тыквенные орехи грецкие какие угодно там есть аминокислоты и все там есть и не надо дрожать что я без мяса не могу а женщины наоборот хотят мужик бабушка мама сказала мужика кормим мясом все они же на 7-10 лет меньше живут так женщины же способствуют тому что этот мужик умирает раньше не надо этого делать полет полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном в мире центре профессора Неумывакина на Вятской земле ну такой центр он несколько в упрощенном виде уже 10 лет существует в Татарии это в Шамардане там сельский врач такой же штат 30 коек при больнице был президент Шаймиев мы с ним получали мы с ним получали премию вместе и он помог создать удержать вот этот центр сельскому врачу сейчас там Рустам Мениханов я его прекрасно знаю при городской больнице уже узаконенный официально центр который позволяет доказать что там вылечивают несколько раз быстрее и лучше чем больных которые лечат городская больница и там я консультант научный руководитель название там сказал не надо здесь решили Днем Уваки на то же самое Балашики это Подмосковье тоже оздоровительный центр профессора Днем Уваки они посчитали что это система это можно экипаж я сегодня в Госдуме выступил и сказал не нужно этих 8 технологических громадных центров один центр деньги отдать на создание таких центров от Камчатки до Калининграда сельские врачи ни профессоров никаких лекарств ничего никаких томографов ни приборов не нужно кроме общих клинических исследований и мы будем восстанавливать Россию в Госдуме я не нашел ни понимания ни желания это делать тогда вопрос вот скажите здесь какая система здесь применяется то есть я знаю люди голодают потом они пьют одновременно здесь коктейли они здесь проводятся занятия у меня все здесь книги есть и они начинают понимать что если они не будут выполнять вот эти постулаты которых я говорю близко к природе здоровыми никогда не будут а это принадлежит для врачей а врачей здоровый человек не нужен зачем он туда пойдет это миссия врачей это врачи должны знать и это делать то что делают здесь но там все деньги там финансирование там никого не интересует я знаю сегодня досконально одну больницу у меня врачи там знакомые где утром собирает 5 минут говорят пришло лекарство выписываете а какой лекарство так нельзя же вы чем больше вы выпишете лекарств независимо от того с чем обращается тем больше вы получите денег за каждое выписываемое лекарство то есть МММ сегодня уже узаконено вам возвращаемся к центру к этому все таки методика здесь голодания это физиологическое голодание это не голодание в полном смысле мы останавливаем кишечник работать ну вот как будто вы уезжаете с дачи и на автономное питание останавливаете минимум чтобы обогревалось там вот это мы делаем но отличие от тех центров которые есть и в России другие там клизмы ставят клизматроны так называемые это гидроколонотерапия по одному ведру воду качают я сам был сторонник но я отказался этого нельзя делать очищает только толстый кишечник а тонкий и печень и все остается грязными а здесь мы промываем все через рот потому что вот эти клизмы это во-первых неэстетично лезут трубой куда-то чего-то это неэтично вымывают все что только можно а мы ничего не вымываем мы с помощью вот этой очистки убираем только патологию а живая там за эти дисбактериоз снимается это снимается и мы все восстанавливаем это отличие от всего того что делаю сегодня в стране эти приборы которые узаконены бедрами там прочищают деньги громадные берут мракобесие простите я был 10 лет назад помогал даже эти в Ленинграде выпускают эти приборы за границей нельзя этого делать и мы без клизм без ничего тихой сапой очищаем но и печень в том числе под желудочную железу почки и кровь без клизм без ничего если клизму мы тут делаем только там в этом самом ведь женские мужские органы и вот там мы специально методику это то что я придумал и нигде нету мы все это делаем и если пришли и проблемы там через 3 недели проблемы там исчезают вот эта особенность вот этих центров у меня в Москве при центре гражданской авиации это мощнейший центр почти тысячи коек у меня там был стационар и я думал что там я внедрю но я поперек лодки стою официальный медицин они сделали все чтобы меня оттуда уничтожить я обратился к Лужкову он мне дал помещение поликлиника была но центр и мы там за неделю мы вылечивали всю власть которые и мэрии и министров и жены и не только их жен и мы за неделю справляли но там была вот эта очистка а потом я понял не надо этого делать и мы сегодня в момент вот этого голодания проводим специальную систему что человек даже не испытывает желание покушать не испытывает но ведь вы просто считаете заключение и там вот женщины вчера вот они приходили сюда чтобы я их посмотрел она пришла сюда 180 на 120 с гостью лекарств это уже почти злокачественная гипертония она не лечится и здесь ее лечили 8 больше 10 лет на лекарствах через 3 недели вчера померил 130 на 75 на 80 лекарств никаких нет прошло 2 месяца это первый заезд она была я же ничего не придумаю это результат который здесь уже у вас в Кирове полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Немывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном в мире центре профессора Немывакина на Вятской земле я же в Госдуме там был мне нужно было я туда проник чтобы мне было войти вот народная медицина да чтобы она никуда не исчезла была там там Голикова этот министр здравозахоронения а не здравоохранения она хотела выбросить медицину и вот Олег Дорьянович помог это сделать ну и помог там Грызлов я вышел на уровне Грызлова мы ему помогли то что никто в России не мог ему помочь и его семье я уже мог входить к нему как угодно что угодно и он создал условия что я был включен вместе с президентом нашей ассоциации народных в состав комиссии по подготовлению этого закона и поэтому Олегу Дорьяновичу вот он предложил и создать центр здесь я с удовольствием я знаю что это человек печется о людях человек печется как можно больше сделать добра и я сказал я помогу поэтому я здесь полет полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном мире центре профессора Неумывакина на Вятской земле ну во первых это честность это раз это желание сделать в жизни то что он умеет делать это человек который подчас не считается тем о что он может говорить могут говорить это человек если и что-то где-то делает то не задумывается что он за это будет иметь вот честно говоря я в жизни встречаюсь с такими людьми потому что я сам я стараюсь отдать все что только можно не задумываюсь и вдруг мне потом возвращается сторица все это и все это работает взаимоотношения как части вселенной человек не успел отдать он каким образом получает человек чем больше хапает чем больше ворует все прочее все рано или поздно он все потеряет он же живет страхи что он потеряет что там где-то чего-то охраны но его все равно убьют что вы делаете живите с чистыми помыслами и то что вы можете в жизни отдать отдайте вам все равно воздастся не сегодня не завтра и самое главное это настрой на позитив если вы чего-то боитесь в чем-то не уверены а где-то чего-то там где-то зависть какая-то порвать это в первую очередь вы делаете плохо для себя энергия отрицательная работает против вас вот поэтому надо в этом плане ну на позитив себя настроить и больных мы здесь учим если вы пришли чтобы мы вам помогли да мы вам не поможем только вы и мы вместе а болезнь уберем но только вы будете делать то что мы вам говорим это тоже один из постулатов и меня Олег Дарьянович вот купил именно вот своей вот этим отношением хотя он такой овелин хотя он там где-то чего-то но внутреннее вот это ядро у него довольно в этом плане вот свойственно для русского человека который ну пытается сделать ну вот садоводы ну плохой человек ведь не может выращивать цветы он наоборот их срывает продает там все что угодно это лишний раз характеризует о том ну как там внутри у него хотя внешне может там он и проявить это и характер где-то что-то сделать так же как я я говорю что я делаю добро а вот Малышева доктор профессор называет народную медицину со мной мракобесием но я там могу сейчас точно доказать если она она знает мой телефон знает меня если будем мы с ней разговаривать я за пять минут докажу что это безграмотный человек который пытается учить людей на грани фола говорит умные слова но она не договорит то что я знаю то что я говорю то что я проповедую обращайтесь к врачам вот этот умный о какой он да он там все делает а для меня сегодня врачи извините они выполняют волю того кто их научил продавать лекарства и все эти приборы аппараты зачем они вы же вот держите вот эту штуку но этому нужно научиться я три раза умирал и третий раз меня оставили жить выполнять свою миссию и после этого я стал вот это считывать информация там никакого чуда нет я сейчас вам покажу этот вот журнал что Иван чудотворец умение но мы можем научить этому у меня врачи если они этого не знают иридодиагностику у меня работать они не имеют права если человек у меня заболел я его увольняю мне не нужен больной вы пройдите школу восстановите все тогда я буду с вами работать ко мне приходит гипертоник там что вот сама красная я говорю простите а как давление у меня вот сейчас я буду извините работать не возьму вас я врач первой категории идите идите с этой категории вы мне не нужны потому что врач не имеет права болеть как он может лечить гипертоника когда сам умирает 40 лет от гипертонии ну это же нонсенс но я то умею это сделать они не хотят они не умеют потому что им нужно продавать лекарства им нужно этих больных держать на этом пойле который самой является отравляющим веществом полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Немывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном в мире центре профессора Немывакина на Вятской земле ну вот почему я согласился с Олегом Дарьяновичем во первых это чистое место с точки зрения экологии это лес это та благодать без которой человеку просто жить очень трудно и здесь человек фактически расслабляется он фактически становится частью этой природы тем более здесь летом не так далеко река это купание это прогулка туда и купание это просто предусмотрено как один из элементов вот этого лечения и затем вот эти процедуры которые мы здесь будем проводить да это первые шаги только многие говорят что зачем платить деньги за такое голодание и все прочее это искусство и самое главное что на этом фоне трех недель человек фактически освобождается от лекарственной зависимости они сейчас очень дорого стоят самое главное освобождается от проблем со здоровьем и фактически он перестает ходить к врачам вот вышел журнал российский космос номер один 2011 года посвященный 50-летию космонавтики люди которые наблюдали меня за 30 лет космонавтики написали статью статья называется Иван Чудотворец но я вам говорил что чуда никаких нет вот здесь написано то что было создан для космонавтики и здесь написано как например я за полгода знал что космонавты добровольские посаи волков должны погибнуть не они другие все равно это техническая причина что я сделал чтобы предотвратить эту гибель здесь написано методы способа которые оздоравливают людей которые лежат уже почти в гробу которые требуют например шунтирования при операциях на сердце инфаркт уже вот у них инсульт и все это разработана система но к сожалению это никому сегодня в России не надо и хотя я обращался к людям которые этим занимаются вот например вот здесь фотография Керешкова это 2000 не 1962 год перед исследованием в сурдокамере это комнаты тишины они должны там от трех суток до семи проводить исследования и вот Попович это когда мне было по-моему 80 лет потому что любые события в жизни это он присутствовал Илья у него там это все этапы жизни которые были у меня на жизненном пути я мастер спорта да но мастер спорта своеобразный у нас в институте три раза в неделю должна быть физкультура волейбол футбол гимнастика и было фехтование а я все время интересовался ну это джетаньян это фехтовальчик ну что вы шпага а я еще левша и в институте я уже был где-то один из лучших фехтовальщиков а там каждый год студенческие техникумы соревновались я был тренером последний четвертый пятый курс а в армию когда взяли я попал на Дальний Восток где стояла Квантунская армия и там склады военного оборудования в том числе фехтовальные а там каждый год на Дальнем Востоке то же самое были 14 родов войск между собой соревновались я там выполнил норму мастера спорта это военные троеборья рапира эспадрон и штык и поэтому спорт я знаю не понаслышке но когда я начал работать космонавтики никто не знал а что же такой здоровый человек мне поручили смотреть пределы физиологических колебаний воздействия людей которые цитрифуга барокамера парашютом прыгали до и после где предел этот в тишине вот сидят они в сурдокамере я стал не только интересоваться и мне поручили создавать больницу для того чтобы что-то нужно знать чем он заболеет а где маленькие коллективы два три пять человек спортсмены и эти люди получали от меня программу чем они болеют что с ними случилось на фоне здоровья здоровые жмушки стресса и чем их купировать и я создавал программу анализируя вот этих всех все ситуации в том числе спортсмены даже шахматист чемпионов карпов или кто-либо велосипедисты боксеры на лодках три-четыре человека сидят там восьмерка четверка и я анализировал состояние этих людей что с ними происходит куда стрессы доводят и как с ними бороться и на основании этого прогнозировал возможное развитие заболеваний в космосе и уже под них я уже строил лекарства так оказывается не одно лекарство в медицине для космоса не годится и за три года я создал препарат который называется фенибут это без этого лекарства нервная клетка жить не может это как стабилизатор если человек взвинчен она успокаивает человек устал она поднимает его до нормального состояния это лекарство дневного типа действия 75-го года ни один космонавт в открытый космос не выходил когда одевает скафандр он принимает таблетку фенибута и потом они назвали этот препарат все до федии то есть он шагает там вы представляете бездна ну фал такая веревка связана электричеством и все прочее это все держит ну это ж фал по закону подлости взял да оторвался и вот он шагает без страха без эмоций как на прогулку этот препарат называется все до фени в объеках уже есть покупайте только на ночь не принимайте это препарат дневного типа действия восстанавливает любые эмоциональные психические реакции полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном мире центре профессора Неумывакина на Вятской Земле вот во многих книгах я утверждаю что сердца здесь нет но у официальной медицины специалистов по сердцу по кровь сосудам 10 специалистов вы представляете ну с одной стороны наглость конечно но я ведь утверждаю правильно это мотор по перекачке жидкости а у этого мотора есть больше 500 называется мышцы и мышцы должны работать как насосы а у нас основной насос находится от пупка и ниже и руки то же самое очень у многих получается так кровь туда приходит ну 100 грамм оттуда только может подать 90 а 10 остается и начинаются отеки тромбофлебиты неприятности боли в ногах и все прочее отчего мышцы перестали работать ходят мало нас возят мы сидим и мы не работаем человек который будет выполнять вот это упражнение а у меня бывали после двух инфарктов врачи предупреждали если еще один инфаркт будет все каюк сегодня по 5-10 лет живут инфаркта нет инсульта нет проблемы с ногами нет кровяное давление как у космонавта посмотрите что надо делать всем во первых это безопасно обязательно на уровне пупка стали вытянили руки на прямой ноге ноги все время должны голень вот нет только за счет коленей и вы начинаете во первых держитесь безопасность у женщин коксартрозы в старости вы начинаете разрабатывать суставы здесь и там в начале не нужно так приседать надо вот так понемножку по 10-15 сантиметров и только через 1-2 месяца можно уже садиться туда и поднимаетесь во первых тренируются мышцы спины еще раз тренируются мышцы живота все время руки вытянуты ноги вот так не уходят вот так только и вы все это делаете руки все время вытянуты устали отдохнули старенький походили опять через 2-3 месяца человек должен приседать минимум 100 раз в общей сложности у меня больные пенсионеры приседают по 300-400 раз через 2-3 месяца кровяное давление нормальное сердце мы сняли все нагрузки работают насосы и сердце выполняет свою миссию работает как ресивер перекачка пришло ушло что такое гипертрофия левого желудочка то есть сердце вот когда зашлакованное ведь кровь она сгущается от грязи и сердце нужно эту кровь прокачать и сколько она силы тратит на то чтобы продавить эту кровь и чтобы поднять оттуда горизонтальное положение экстрасистола мерцатель ледьми все уходит но только нужно заниматься вот Борис Ефимов это из Кукромиксы которым без недели было 108 лет за неделю до смерти присяг вот так сто раз а вечером там был внук попили они чай говорит я немножко там предустал прилягу вечером лег а утром три часа уже не проснулся так вы же представляете активность до последних дней и за неделю вот так сто раз потихонечку он присел следующее есть скандинавская такая ходьба она заключается в том что это своеобразные лыжные палки там специальные есть эти самые они регулируются по высоте за рубежом уже днем или ночью ходят это не играет роли и вы ходите на этих палках как будто с лыжами для пожилого возраста это подпорка работают мышцы работает позвоночник работают ноги и если что устали облокотились отдохнули и пошли опять ну что это трудно сделать возьмите обычные лыжные не обращайте на то что там будут говорить о там со сдвигом по фазе это не сдвиг по фазе а вы работаете себе зарабатываете здоровье и все это элементарно просто но это люди должны знать потому что это их здоровье их машина они хотят жить подольше причем активно и кстати вот это упражнение оно вырабатывает следующее допустим вы идете в магазин на даче вы вот так наклоняетесь и поднимаете бедра в старости ну в возрасте позвонки плохо начинают работать грыжи образуются расплюнуть шморля называется и человек у вас там выпало это и человек который вот так поднимает он может присесть и больше не встать все он должен приседать вот это вырабатывает на автомате если ведра то он приседая поднимает как штанги с прямой спиной не вот так а вот так что это трудно воспитать нет больше двух-трех килограмм только нужно приседать вот так как я вам сказал другого пути нет грыжи нет ничего нет тренировка спины мышц и живота в том числе ну вот это то самое простое что человек должен знать в книгах моих их все-таки 60 книг толстых вот таких 12 где физиология там же ничего не придумано это физиология как должен человек жить и работать и поэтому все можно купить не нужно но ведь в последних книгах особенно биоэнергетическая сущность вот тот же Валидов из Уфы и в том числе Розен Баат это один из подвижек Королева они математически научно доказали существование силы которая управляет всем будь то Аллах Магомед будь то там Иисус Христ это не играет роли единая сила другой у нас нет и вот с ней нужно жить в ладу и в том числе в этой книге написано где этот находится Бог и что же делать человеку потому что есть религия когда они пять раз делают намаз а вечером говорят это иноверец иди убивай попадешь в рай ну какая же это религия полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытий другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном мире центре профессора Неумывакина на Вятской земле Здесь хвойные деревья они вырабатывают это мощный запас кислорода вот как раз того атомарного а если тут не дай бог гроза пройдет но не дай бог а хорошо озона образуется здесь несколько раз больше чем среди других деревьев почему они живут очень долго да потому что это настолько корневая система мощная и эти деревья они несут очень много вот этих фитонцидов вот этого ну флюидов что ли без которых нам просто жить трудно почему человек тут отдыхает он дышит он это все впитывает это основа нашей жизни а это как раз тут навалом в отличие от других даже лесов а уж не дай бог если тут были еще несколько кедров там вообще стерильная обстановка ни один комар ни одна зараза там не растет там чистейший воздух здесь ну я не знаю как тут говорят тут комары есть или что-то нету нету мало очень мало да это все способствует вот этот воздух потому что они чем больше пакости тем больше эти комары чем чище тем их нет они умные умные с точки зрения они знают чего боятся чего не боятся уже к 10 годам уже дети больные к сожалению и поэтому здесь вот на базе бионерского лагеря вот этот центр будет работать это благодатное место тем более здесь считай Урал но я еще хочу сказать что ведь Валенчук он как депутат Госдумы это вот его будущее о стране это надо думать о будущем поколении ведь думать Валенчук это задуманная конечно поэтому мы тут не исключаем что у нас будет отделение вот типа таких но не очень маленькие ну там 10-12-14-15 лет когда как раз они приобщаются вот тем низменным всем порокам это пиво это наркотикам это водка тут как раз это закладка того фундамента мы о нем с ним уже об этом говорили обсуждали и поэтому здесь будет как раз вот такое отделение по воспитанию по оздоровлению молодого поколения за ними будущее сегодня к сожалению этим никто не занимается все что делается в СМИ телевидениях это же только не только развал это уничтожение вот той поросли которая должна делать жизнь дальнейшим они к сожалению сегодня только материализованные они духовная и нравственная страна полностью выключены а без этого страны не может быть и к сожалению на всех уровнях эта вот система нравственности и морали вна выхолечена и власть имущей структуры даже не заикается о том что творится и что не пытается что-то сделать но это же неправильно это как раз тот разлад и распад страны изнутри я это называю это фактически генофонд уничтожение генофонда России это уже очень серьезно но это проблема и я как врач который прожил не очень простую жизнь это заявляю во всеуслышание это мое видение я мог ошибаться но это мое высказывание но подтверждается мнением десяток сотник людей полет полет Юрия Гагарина стал прорывом в познании вселенной он был бы невозможен без открытия другого космоса колоссальных возможностей человеческого организма основоположник космической медицины профессор Иван Павлович Неумывакин продолжив свои исследования разработал уникальный метод оздоровления организма без таблеток и операций путь к здоровью в единственном мире центре профессора Неумывакина на Вятской земле